Проводы Жука Проводы Жука Москва прощалась с Жуком после проливного дождя. Жуководы собрались на Воробьевых горах и вспоминали былое. Еще будучи битвоманом, знал, что за машина стоит на альбоме «Оберов» 69-го года. Беленький мексиканец Нила Аспинова, друга Джона Леннона. Один раз его уже хоронили. 18 января 77-го года, когда с конвейера в Германии сошел последний Жук и производство перенесли в Мексику и Бразилию. Народ устроил пышные похороны, американские газеты опубликовали официальный некролог. История Жука началась в 1933 году, когда Адольф Гитлер на берлинском автосалоне пообещал немцам пересадить их на дешевые автомобили. Заказ на разработку народного автомобиля получил Фердинанд Порше. Через год он представил прототип будущего Жука. В 1938 машины пошли с конвейера. Нацистам машинка понравилась, и Гитлер не раз появлялся на ней перед публикой. Говорят, отца Жука, Фердинанда Порше, незадолго до начала войны приглашал себе Иосиф Сталин. Он даже предлагал ему должность министра машиностроения, но Порше отказался. Во время войны англо-американская авиация разбомбила завод Вольксвагена. Генри Форд, приехав посмотреть на завод, поставил на нем крест. Но просчитался. Жук стал безумно популярен. Немцы штамповали их миллионами. Это был грандиозный финансовый успех, который до сих пор не повторил ни один автомобиль мира. В шутку его даже называли машинкой для печатания денег. Жук стал олицетворением эпохи. Когда сидишь в этой машине, чувствуешь себя, даже если у тебя не очень хорошее настроение, тебе сразу становится лучше, потому что люди, проходящие и проезжающие вокруг, всегда на нее смотрят с улыбкой. В Москве сейчас осталось чуть больше ста жуков, но бегают старенькие машинки, по словам жуководов, резво. Если мне надо Геленваген порвать, порву. На старте порву. Потом он, конечно, меня догонит, зараза. Но порвать порву. Точку в 70-летней истории жука поставит ностальгическая серия «Ультима Эдишн», которую обещают выпустить мексиканцы. 3000 жуков светло-голубого и кремового цветов по цене 7000 евро. Последнего жука из этой серии уже ждут в музее «Фольксвагена» в Германии. А наши московские жучки еще долго будут радовать глаз и вызывать улыбки у прохожих. Сергей Халашевский, Вячеслав Спиридонов, телекомпания НТВ. Субтитры создавал DimaTorzok